Если честно, если честно, то если бы ни одна неприятность, которая у меня в башке, я бы, наверное, все-таки раскрылся бы в этом году полностью. Я вам расскажу, что же такое барыжничество по городу Магнитогорску. Барыги. Это все те, кто занимается перепродажей всего чего угодно. То есть, вот смотрите, я приезжаю, допустим, на центральную городскую ярмарку и говорю, что, ребят, давайте я вам что-нибудь сделаю хорошенькое по рекламе. Они мне говорят вот так, говорят вот так, говорят вот так, говорят, о, мой, денег нету. А в этом году я просто проехал, смотрю у всех Lexus 470. Ну, наверное, денег нету на рекламу, да, вот на все остальное деньги-то есть. При этом эта барыга берет у меня товар по такой веселой цене, что я бы вам даже не сказал. То есть, в принципе, бизнесом заниматься можно. Вот вопрос, где денежки-то брать. Любой бизнесмен города Магнитогорска хоть раз в жизни обращался к банкам, да. Обратились вы к банку, что получили? Нет, 13% не получите, это все ерунда. Потому что в каждом банке есть такая штука, как гарантированное страхование вашего кредита. То есть, денежки вы получите под 35%, может быть, под 45%. Представляете, да? При этом в каждом банке вас еще наплющат, наколбасит. Я не понимаю, как это делается и для чего все это делается. Но сумма, с которой вы можете начать, она не такая большая. То есть, 300 тысяч этого достаточно. Но чтобы вы не тратили деньги на себя, мы вам предлагаем Grand Capital Credit. Это называется сохранимым приумножим вклады города Магнитогорска. И в том числе, еще и ваши вклады, которые вы не берете, вы просто занимаете здесь их. На труда 21. Вот здесь располагается Grand Capital Credit. Естественно, для того, чтобы получить здесь вклад, надо подумать о том, что вам необходимо. Вам необходимы все документы, все справки. И это надо. Потому что по-другому сейчас деньги никто не выдает. Но зато, если вы работаете здесь, то рано или поздно вы скажете, ах, какая замечательная штука, эта штука в городе Магнитогорске, которая действительно дает деньги. Для чего я так долго втираю? Все совсем просто. Втираю я не для тех, кому ближе к 40. Эти и так все понимают, и втирать уже мне от них приходится. А я для тех, кому 20-30 лет. Это ведь наше будущее. Это те, с кем нам жить. И для них-то все и делается. Делаются торговые центры, и рано или поздно все первые этажи будут в деле. И у них, как у новичков, естественно, проблема с деньгами. Да нет, деньги-то есть в Магнитогорске. Ну и как по всей российской земле, 80% капитала это только у нескольких. А мы предлагаем вариант, когда очень немногие делятся с вами возможностью заработать. И уж поверьте мне, 100 или 200% за товар – это нормальный магнитогорский бизнес. Ну а тот, кто может с вами поделиться деньгами, их очень немного. Но такие есть на труда 21. А чтобы вы поняли, что с вами шутить не будут, вот вам несколько правил. Ой, господи, да я и МММ снимал, понимаете. МММ – вещь не очень интересная, там люди зарабатывают деньги. Но, по крайней мере, со мной-то они рассчитались. Вы же не работаете как МММ, правильно? Вы работаете по-серьезному. Нет. Понятие финансовая пирамида, вот если мы говорим о МММ, в принципе, не существует в законодательстве. Что касаемо кредитной кооперации, то она, во-первых, очень хорошо развита в России. Во-вторых, она очень жестко контролируется законом. Поэтому говорить и сравнивать нас с МММ, в принципе, смысла нет никакого. Мы совершенно разные вообще вещи, в принципе. Что касаемо займов, мы также их выдаем, но мы выдаем по достижению 23 лет. То есть при полном пакете документов. Это вы должны работать, вы должны, если вы мужчина или нет, вам 28 лет, имейте военный билет при себе. И также все справки о доходах, естественно, ну и прописка магнитогорс. Для того, чтобы организовать бизнес, больших денег-то не требуется, в принципе, так-то. Можно организовать бизнес, имея сумму небольшую. То есть достаточно 5000 долларов. Это 150 тысяч, ну, 180 тысяч рублей. Это можно взять у вас? Конечно, да. Максимум мы выдаем займы на полтора года. Если мы говорим о сумме, к примеру, 150 тысяч рублей, это под 5% в месяц на полтора года максимум. Да, я прорвался. Да, и вы прорветесь. Да, вопрос становления труден. Да, вы также потом купите новую иномарку. А потом, подумав, купите дешевый вариант. Но ваши деньги пойдут и останутся в магнитогорске, а не как мои, закошенные под 60-70% для банков Москвы. И это я финансировал строительство в Москве. А ваша часть денег для ваших пенсионеров. И это очень хорошо, когда в магнитогорске появилась фирма, заботящаяся о людях нашего города. Кредитный потребительский кооператив. Гранд Капитал Кредит. Расположенная здесь, на улице Труда 21. Вот вы все, в принципе, поняли. Кто вам и как выдает денежки. А вот теперь возникает вопрос, да, у некоторых, естественно, у бизнесменов, которые рано или поздно вот закосячили. Потому что я не видел ни одного человека, практически ни одного человека, который прошел бы вот этот последний кризис дурацкий. Финансовый кризис, естественно. Финансовый кризис, это не кризис работников в телевидении, не кризис работников там строителей, понимаете. Это просто банки решили закрыть и все. Но, тем не менее, кризис финансовый закончился. Дело в том, что за последнее время я снимаю большое количество материалов и я вижу, что дома не строятся. Дома достраиваются. Причем, знаете, достраиваются очень жестко. Вот. Я бы даже не сказал, как это делается, но когда финишная отделка, это о чем-то говорит. То есть, все, в принципе, пучком. Посмотрите на город Магнитогорск. Город Магнитогорск это не кризисный город. Сколько новых-то домов выстроено. То есть, если еще подумаете, что такое металлургический комбинат. Ну, металлургический комбинат, как бы, имеет непосредственное отношение к нашему. И благодаря этому у нас будет все в порядке. Вот. А деньги брать? Ну, вот я сходил по большим количествам кредитных организаций, в смысле которых присутствуют. Присутствуют. Вот. Что-то не получается как. Не получается. Вот они все какие-то тараканы там. Вот. И еще никто не выдает. То есть, деньги можно брать здесь. То есть, необходим ваш весь пакет документов. Все посмотрят и сделают то, что надо. Мало того, если что-то не получается, вот такое случается, да? Вот. Естественно, может быть и ваша жена, и ваша мама там, или еще кто-то вам помогут. И в дальнейшем, поверьте мне, организация бизнеса – это не такие большие проблемы. Даже невзирая на то, что сейчас, наконец-таки, правительство решило все-таки поощрять малый бизнес. То есть, если вы занимаетесь производством, то все будет хорошо.